почему я не выгляжу как анжелина джоли и почему я не сижу на мальдивах и не демонстрирую свою роскошь там и так далее давайте отвечу на эти вопросы ну и на сразу это не я для меня это не важно вот для других это важно смотрите я наталья зайцева и наверное на сегодняшний день я осознаю в психике и могу по своим психическим способностям значит значительно больше чем анжелина джоли и в то же самое время я не могу того что может она я не достигла таких высот в кинематографе и при этом она не является для меня авторитетом точно так же как я для нее мы разные и этот мир прекрасен тем что все разные и все боги все боги каждый имеет свою особенность а насчет выгляжу да я не делала пластических операций я не пользуюсь косметикой я не искусственная не химическая не созданная рукотворно хирургом я такая какая я есть на свои годы замечу значительно старше чем анджелина джоли поэтому сравнивать не надо если вы идете в кинематограф идите к ней как авторитету если вам надо знание в области психики добро пожаловать в инфодайвинг все что касается демонстрации роскоши и всего остального ребята вам надо ложь или вам надо правда вам надо чтобы вам втерли очки красивой статической картинкой с роскошными пейзажами там вилл над морем но знаете анджелина джоли не пошла бы в такую виллу над морем как демонстрируют картинки которые втюхивают вам там за десяточку тысяч долларов абсолютная г который греется на солнце воняет пластиком где работают кондиционеры но не так все это так себе где горячая вода ты по этой горке спускаешься а там некомфортно нормальные люди так не отдыхают это втюханные картинки для тех кто висит на зависти за чужим забором это возможность прожить свой опыт и осознать что это все чушь собачья если вам нужно действительно вот это вот придуманная жизнь маркетингом придуманная учеными придуманная религии придуманная кем угодно придуманная но это не вы ну тогда у вас тоже есть выбор прожить и так для того чтобы все-таки вернуться к себе настоящему искреннему открытому в те условия где вы если вам интересны путешествия путешествуйте но тогда если вы путешествуете действительно если вам действительно нравится ездить по чужим землям, как это нравится мне. Я уже проехала на сегодняшний день более 60 стран в этом мире. И это не оптом перелетая из страны в страну. Это каждый раз отдельная поездка. То есть собираешь чемоданы, едешь, одну страну познаешь, возвращаешься. И знаете, я очень люблю жизнь туземцев, знакомиться с туземцами, смотреть, как они питаются, как они воспитывают детей, ездить среди них на тех же самых байках. Если это возможно, нет, значит, другие средства передвижения. Пользоваться теми же ресторанами, что они пользуются. И знаете, иногда это бывает совсем некомфортно. Иногда они едят то, что ты никогда бы не съел. Иногда там воняет жутко, иногда там жуткая грязь. Но это не значит, что ты будешь рисковать своим желудком для того, чтобы угодить этому иностранцу. Нет. Ты просто наблюдаешь все это, снимаешь на камеру, выкладываешь видео. Вы можете посмотреть и на Ютубе, и на других моих каналах. Много видео из разных стран. Не со всех, конечно, потому что период, когда я не снимала, тоже большой. Когда еще все это было малодоступно. Вот. Поэтому кому что интересно, если вы выберете такую жизнь, то вы будете приезжать наполненными от поездки, вдохновленными, и вы будете ценить то, что вы имеете. Потому что каждый раз, когда я возвращаюсь, например, из какой-то азиатской страны, да и из Европы тоже, каждый раз, когда я возвращаюсь откуда-то в Беларусь, я безумно люблю нашу землю богов. Безумно люблю. Я вижу нашу чистоту, я вижу наши магазины, я вижу наши качества. Я даже в самолете вижу, если вот летишь из Минска, и упакована еда белорусская, вот сейчас начали паковать самолет и белорусская едой, то там все, там и состав написан, и все, там вот ты ни к чему не докопаешься, и там качество, там ты не отравишься, ничего. И при этом, когда ты путешествуешь здесь, здесь так же прекрасно, здесь офигенная погода, здесь офигенная природа, здесь очень добрые люди, они все тебе улыбаются. И в то же самое время за этой улыбкой стоит другая жизнь, которая, именно которая интересна. И путешествия раскрывают тебя изнутри, раскрывают всех твоих тараканов, дают возможность познать вот этот мир. И с точки зрения психики, путешествие это очень важно. Почему? Потому что мы, как боги, разворачиваем вот эту реальность. Мы, любое расширение психики, любое расширение сознания, возможно, только в путешествиях, вы не расширитесь в норе, вы не расширитесь в пещере, как бы вам не рассказывали про йогов и про медитации. Это сужение, это уход от ухода, и отказа вы станете меньше, потому что вы отказываетесь от жизни, вы отказываетесь от проявления, вы отказываетесь есть ту еду, которую приготовил вам бог. А вы и есть этот бог, который приготовил для себя эту еду. На отказах вы будете иметь болезни, истощение. Вы, может быть, дольше проживете, там, как те же йоги, потому что у вас не станут коллективные программы, которые ограничат ваше долгожительство. Но при этом эта жизнь не будет наполнена счастьем, любовью, радостью, отношениями. Вы не будете видеть себя, свое отражение в солнце, в людях, в кайфе, в жизни. Потому что любовь – это и есть жизнь. Жизнь во всех ее проявлениях. Из любви сотканы и эти лежаки, и эти полотенца, и этот песок, и это море. Как же это не обладает сознанием? Ха-ха-ха. Сознание уплотняется, создавая материю. И чем больше оно уплотняется, тем больше видов материи, разнообразнее оно уплотняется, тем больше видов материи вы видите и познаете. Ваше сознание концентрируется на новых химических элементах, и тут же вы их рукотворно создаете. И тут же вы их начинаете применять в жизни. И тут же, и тут же, и тут же. Это все плод работы нашего сознания. И материя – это уплотненное сознание. Вот вам ошибка науки. Когда ама-наука оторвала материю от сознания, она нанесла величайший вред и себе, сделав себя уже не вечной, а ограниченной во времени и людям. Потому что они уверовали в науку как в непререкаемого авторитета и вынесли авторитет из себя. Да, вы такие авторитетные, верите в вынесенного Бога, в вынесенного кого угодно. А вы где? А ваша жизнь где? Ну, вернемся к Анжелине Джоли. Да, я не Анжелина Джоли. Да, я не демонстрирую Мальдивы. Кстати, на Мальдивах я тоже была. И Мальдивы – то место, которое я вторично посещать не хочу. Если да, то только при одном условии. Это будет другой серии отелей, это будет другого типа еда, это будет другого типа путешествия. Но для этого надо иметь свою собственную нормальную яхту, либо свой собственный нормальный самолет. Пока этого у меня нету. Пока. Значит, оставим Мальдивы в стороне. Есть куча более красивых мест на земле. Ну и последний пункт. Ой, это люди так думают. Это не я так думаю. Если у вас что-то сокрыто внутри, и вы боитесь это продемонстрировать, подавляете, прячете и так далее, то вы видите это в людях и выносите ответственность на людей. Так вот, имеет смысл заглянуть себе вовнутрь и сказать, блин, что же меня цепляет в этой бабе? Вот что-то же меня цепляет в ней? Вот подле этой. Что-то же меня раздражает в ней? Я бы ее накрасила. Я бы ее намазала. Я бы ее на Мальдивы запихнула. Еще что-нибудь утворила бы. А теперь разберитесь с той злостью, которая в это время с тем раздражением, которое я в вас вызываю, поднимаю. Да? И разберитесь с ним. Тогда вы будете здоровы и счастливы. Потому что это о вас. Я для вас. Картинка не из вашей реальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok